приветствую вас давайте разберем ваш вопрос который вы задаете на мой взгляд ругать подчиненных как вот вы об этом по крайней мере говорите действительно не стоит ну потому что вы родители вот чтобы кого-то ругать поэтому на мой взгляд здесь в принципе все абсолютно нормально то есть у вас не поднимается ну условно говоря ругать своих подчиненных вот другой вопрос если из-за того что вот вы не можете этого делать на другой вопрос если видал что у вас не получается например этого делать если из-за этого не выполняются какие-то задачи вот если не выполняются какие-то цели вот это уже мне кажется совсем другой совсем другой момент потому что видите ли в чем штука как мне кажется штука основная в том что здесь не про то что вы как-то вот боязно ругать или не про то что вы не можете ругать например например своих подчиненных подчиненных оборотов что вы не можете ставить им какие-то условия то есть здесь больше про то что вам сложно какие-то задачи им ставить понимаете и мне кажется что это совсем не та же самая история как вы не можете ругать это совсем другой момент понимаете поэтому я бы сказал что бы ну я бы здесь вот что называется обратил бы ваше внимание да именно на это и наверное не постарался бы не путать то есть когда вы например не ругаете своих подчиненных но когда вы не ставите им вместо тем какие-то задачи и мне кажется что то что вам сложно ставить задачи своим подчиненным да вот это как какой-то степени является проблемой вот связано ли это например с тем что вы не уверены в себе связано ли это например с тем что вы чего-то боитесь связано ли это например с тем что вы тревожны по какой-то причине да допустим допустим вот это момент такой достаточно как мне кажется важно и обратить на него внимание вам нужно как мне кажется в первую очередь ругать никого не нужно а вот обратить внимание на то как у вас обстоят дела с постановкой целей и реализация этих целей и реализация этих целей это вот уже весьма интересный аспект как мне кажется вот другой вопрос другой вопрос хотите ли вы хотите ли вы ну стремитесь ли вы поэтому 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 здесь могут быть какие-то трудно что конечно конечно ух ты соответственно я бы в первую очередь обращал бы ваше внимание к этому а уже дальше уже потом вот обрел бы на все остальное вот то есть по факту вам нужно поработать с уверенностью в себе в первую очередь в первую очередь а дальше уже будет понятно в какую сторону двигаться и что делать вам вот именно в такой как мне кажется последовательность не наоборот если наоборот то ситуация может не очень хорошо разворачиваться что вы начнете например пригибать палку в другом направлении то есть ну вместо того чтобы сейчас вы наверное производите впечатление такого более демократичного руководителя благо вот и как мне кажется это скорее хорошо чем нет а вы можете производить и другое впечатление вы можете начать производить впечатление как раз таки весьма разворачиваешь если вы резко измените свое поведение вряд ли к вам будут точно прислушиваться потому что просто подумать что теперь вы ну теперь вы просто вот так то есть как бы это вот на мой взгляд будет больше скорее негативно негативно что-то нежели позитивно вот поэтому я думаю что вам здесь имеет смысл все-таки все-таки смотреть именно в сторону уверенности своей и в сторону того в чем вы сомневаетесь в себе вот ну как правило речь идет про то что вы ставите себе очень большие очень высокую укладку для того чтобы ну что-то себе позволять например как правило речь идет ну как правило речь про это как правило на это делает акцент вот и если я прав то вот именно с этой планкой вам нужно работать как-то больше обращать внимание например не на планку да вот а на собственно вот цели и задачи того что вы делаете то есть на собственно непосредственно дело вот это как мне кажется куда более важно а вы об этом вполне вероятно что вы забываете вот то есть вам ну грубо говоря некогда за тем что вы переживаете определенные аспекты вы задаете себе вот этот вопрос да вот там собственно а как бы ради чего это все зачем это все вот то есть зачем там ну зачем словно я работаю да для чего я работаю я работаю вот если там я не ну если я не позволяю там допустим себе реализовывать какие-то задачи цели вот то есть это же не сложно в принципе такой вопрос себе задать а ответ на него очень важен будет вот понимаете в конце концов если вам важны человеческое человеческое отношение если вам важна какая-то атмосфера на хорошем счету у людей то это несколько это несколько не та позиция как мне кажется которая которую вы могли бы ну продвигать как ну как успешный или как амбициозный руководитель или как человек который доводит свою компанию до какого-то результата вот поэтому я бы несколько раз разграничил бы все цели которые вы перед собой ставите вот и и те действия которые вы для этих целей совершаете вот вот а предлагаю что ну по крайней мере надеюсь надеюсь на то что он не будете сейчас спорить с тем что он в какой-то степени это это дистанционирует дистанционирует вот и немного не соответствует друг другу вот не знаю насколько насколько вы с этим согласитесь вот может быть и не согласитесь вообще а может быть и согласитесь вот я ни к чему вас не призываю просто хотел бы чтобы вы подумали как то вот в этом в этих направлениях вот было бы здорово если бы вы подумали в этих направлениях вот 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 как то как то как то так я бы мог вам ответить с точки зрения психологии с точки зрения психотерапии вот с точки зрения своих взгляд взгляд и ценностей а кроме того никто не знает как то есть вот вы задаете этот вопрос ну условно говоря как а никто не знает как потому что это ведь ваша жизнь за наша и если гипотетически мы скажем вам как то вряд ли вы станете более самостоятельно вряд ли вы сможете решать те задачи которые перед вами по-прежнему будут став и будут став поэтому я рекомендовал бы вам не пытаться вот что называется искать какой-то ну какой-то выход да не пытаться этого сделать я бы рекомендовал вам использовать вот натурально использовать психолога использовать психотерапевта для того чтобы научиться чтобы научиться чему-то чего вы не умеете делать сейчас вот я бы рекомендовал вам научиться у психотерапевта за тем аспектом который может быть сейчас для вас является чем-то таким ну непонятным в частности это может быть как раз история про поведение или взаимодействие с сотрудниками вот если у вас ну имеются с этим какие-то проблемы вот ничего страшного или сверхкриминального в этом нет просто открутиться к тому что чему-то вы не знаете что чему-то вы не обучены по большому счету и признайте что есть вещи которые вам предстоит только и признайте еще узнать есть вещи которые вам предстоит только понять хотите этого или нет то есть как скорее всего вы узнаете это в любом случае это сделать грубо говоря по-плохому через через травмы через болезни через какой-то труд в какой-то степени зависит от вас и только от вас вот примерно такой ответ я думал можно было вам дать я надеюсь что это было вам полезно надеюсь что вам это было интересно буду вам весьма благодарен за обратную ответ по моему ответу да позволит позволило бы вам начать работу над собой некоторым вот позволило бы вам реализовать какие-то первые шаги вот в том что чтобы что-то поменять в своей жизни вот и соответственно с чего-то начать желаю желаю самого доброго желаю вам удачи постарайтесь увидеть что вам на самом деле интересно и важно вот вот в том что вы сейчас делаете постарайтесь вспомнить с какими мыслями вы пришли на работу вот и постарайтесь вспомнить что непосредственно в работе которую вы делаете вам цену цене всего вот вот постарайтесь это увидеть если сможет это сделать ну ни много ни мало пол дел дело будет сделано другой вопрос другой вопрос что может быть такая ситуация что подобная модель поведения преследует ну не преследует а присутствует не только в работе но может и быть так что не только в работе вы это чувствуете но может быть что не только это в сферах в вашей жизни что-то такое происходит если происходит то конечно конечно же конечно же важно на это обратить внимание удачи вам всего самого доброго обращайтесь не затягивайте начало работы все под все в в в в в до до